День памяти ветеранов войны в Афганистане В Институте геологии прошла конференция Татарстан АПЭКСПРО-2019 В Казанский федеральный университет прибыли гости из Австрии В Парке Победы прошел митинг в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана Участие в котором приняли студенты Казанского федерального университета, ветераны и школьники Подробнее расскажет Булат Гусейнов 15 февраля в России отмечается 30-летие годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан По этому поводу в Парке Победы прошел митинг, посвященный Дню памяти россиян, участвовавших в боевых действиях за пределами страны Сегодня особый день для Республики Татарстан, для Российской Федерации Особый день, День славы, День памяти тех, кто не вернулся с Афганистана Также мероприятие посетили общественные организации, школьники, студенты и ветераны Данное мероприятие является для нас уже традиционным, ежегодным, потому что мы принимаем в нем участие каждый год И именно мы, Центр Патрического Воспитания, уделяем ему особое внимание Для всех желающих была организована полевая кухня, где каждый мог отведать армейской каши и чай Стоит отметить, что в скором времени в Парк Победы будет установлен новый памятник в честь воинов-афганцев Булат Гусейнов, Ленар Таблетяров, Универньюз В продолжении этого в Казанском федеральном университете прошла встреча с героем афганской войны О чем он смог нам рассказать, узнаем в следующем сюжете 15 февраля, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Ровно 30 лет назад Россия выявила свои войска из Афганистана К этой дате была приурочена встреча студентов Казанского федерального университета с участником боевых действий Сергеем Городничевым, который подробно рассказал о военном времени Мы сегодня и радостные, и грустные Радостные от того, что сейчас на территории этой страны не гимнут наши соотечественники А грустные от того, что уже кто остался там не вернуть Тесная связь с Афганистаном существует и по сей день, признался гость Война стала проверкой на прочность и закалила его характер В завершении мероприятия Сергей Городничев ответил на интересующие вопросы аудитории На памяти нашей страны есть неизбываемые подвиги Которые, я думаю, что уверен Если молодое поколение будет об этом знать О них совершенно поменяется мнение Диана Тярт, Виолетта Басова, Универньюс В КФУ открылась конференция по нефтегазовым технологиям Участниками стали более ста человек О самом интересном с мероприятия мы расскажем в следующем сюжете В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ Открылась третья международная молодежная конференция Татарстан АПЭКСПРО 2019 Мероприятие проходит при поддержке нескольких нефтяных компаний Таких как Татнефть, ТНГ Групп и других В этом году в конференции принимают участие 120 человек из России, Египта, Беларуси, Казахстана и Узбекистана В основном в конференции участвуют студенты, магистры, аспиранты других вузов Ну и наши, конечно, тоже и представляют свои работы в области нефтегаза и переработки нефти В Казанском федеральном университете организовано студенческое общество инженеров нефтяников Основная цель общества инженеров нефтяников это популяризация науки среди студентов Поэтому ежегодно мы проводим различные мероприятия, такие как студенческий геологический турнир, международная конференция, интеллектуальные игры, интересные лекции с профессорами с разных университетов и с разных стран Представители КФУ удостоились звания лучшей студенческой секции Международного общества инженеров нефтяников в мире Награда была вручена на открытии конференции У нас есть большой потенциал роста И как бы я очень оптимистично смотрю, видя какие мероприятия проводят студенты, профессионалы здесь в нашем регионе Мне кажется, у нас есть большой потенциал роста И вот именно вот эти студенты, которые сейчас организовывают такие мероприятия на своем уровне Вот когда они уже позаканчивают, когда они уже будут трудиться на таком профессиональном уровне Я думаю, что вот как раз таки они и увеличат вот эту статистику развития вот этого общества инженеров нефтяников в нашем регионе и в мире Конференция продлится до 17 февраля Артем Тпичкин, Александр Юдин, Универ Ньюз Согласны ли вы, что активное освоение языка возможно при условии, что вы на нем говорите? Студентам КФУ, изучающим немецкий язык, была предоставлена возможность убедиться в этом на практике А именно вживую пообщаться с гостями из Австрии Подробности вы узнаете далее 14 февраля Казанский федеральный университет посетила группу студентов из Австрии Отправной точкой их знакомства с университетом послужил Музей истории КФУ Музей истории Казанского университета произвел на меня большое впечатление Нам провели интересную экскурсию Многие имена профессоров и ученых, которые мы услышали от экскурсовода, оказались известны нам еще со школьных времен Затем ребята отправились в Институт международных отношений истории Востоковедения КФУ Где их уже ожидали преподаватели и студенты Казанского университета В нашей аудитории собрались студенты, которые изучают немецкий язык Студенты различных курсов Скажу сразу, что интерес достаточно большой То есть многие хотят пообщаться, многие хотят вживую поговорить Попробовать свои знания в языке Ну и послушать настоящую, скажем так, немецкую речь В непринужденной обстановке ребятам удалось пообщаться друг с другом Что, безусловно, послужило интересным опытом для обеих сторон Нам, как лингвистам, конечно, интересно попрактиковать свой язык Мы уже четвертый курс И интересно задавать вопросы, узнавать много нового И я думаю, такое общение способствует сближению культур Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс В Казанском университете прошли ставшие уже ежегодными акзамовские чтения О том, что на них обсуждалось, наш следующий сюжет 15 февраля в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Прошла научно-практическая конференция «Акзамовские чтения» Посвященная памяти первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Акзамова На конференции обсуждались пути решения теоретических, научно-практических И образовательных проблем современной журналистики Особое внимание было уделено роли печатной журналистики в современном мире Было отмечено, что помимо ухода печатных изданий в интернет В отдельных случаях наблюдается также и обратная тенденция Многие интернет-издания, наоборот, свои бумажные версии делают Эхо Москвы издает журнал, делит нам Я его выписываю, очень интересный, якобы популярный журнал Конференция работала на трех языках Русском, татарском и английском По итогам конференции планируется издание сборника научных статей Который будет включен в индексацию РИНС Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс Мастер-класс для пиарщиков и журналистов прошел в стенах Казанского университета Спикером стал представитель Банка Открытия Как это было, смотри далее В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Состоялся мастер-класс вице-президента и пресс-секретаря президента Банка Открытия Анны Контромелькиной Данный мастер-класс был полезен не только пиарщикам, но и журналистам До работы в пиар Анны Контромелькиной 11 лет работала в газете «Комсомольская правда» Дали известие и профиль На вопрос, почему сменила род деятельности, отвечает так Это, как у всех, произошло довольно неожиданно Проект, в котором я работала Это был журнал «Профиль» издательского дома Родионова Покинул главный редактор, с которым я туда пришла И я встала на распутье Идти ли мне снова в журналистику или идти в пиар Мне предложили пойти в пиар на крупный проект, в большую международную компанию Я пошла туда и осталась в пиаре Вместо монологовой речи мастер-класс прошел вопрос на ответной форме Студенты получили возможность задать интересующие их вопросы В этот день было затронуто много различных тем, в том числе и отношение к блогингу Спикер заявила, что это прекрасный способ получения дохода Довольно скучный, так как человек ограничивает себя одной тематикой После мероприятия студенты поделились своими впечатлениями Узнали информацию, в принципе, с которой раньше не связывались То есть думаешь, да, банк есть, там Сбербанк, ВТБ, Тинькофф и так далее А то, что у них есть своя пресс-служба и она так грамотно работает То, что есть, например, региональные какие-то пресс-секретари Что в принципе туда можно податься, это классно Мы все журналисты и пиарщики думаем, что можем работать только в одной сфере На самом деле я для себя сегодня сделала открытие, что журналист, оказывается, может работать и в банке Это очень круто Лилия Талибова, Виолета Басова, Универ Ньюс На этом у меня все Не забывай смотреть на социальных сетях До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok